Как приходит слава Бога? Ответ в 61 главе. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня. Мы знаем, что это стих Иешуа цитировал в синагоге. Помните, когда он открыл Писание, и этот стих он читал. Раввины очень путаются в этом стихе. Видите, даже в Таргуме, Таргуме не говорит о этой стихе, в связи с Мессия. Потому что даже Таргум не говорит, что этот стих говорит о Мессии. Также они не говорят, что этот стих говорит о слуге. Поэтому если это не слуга, если это не Мессия, то кто же это такой? И Таргум делает интересное заявление о том, что это как роль пророка или евангелиста. То есть, это применимо к любому, кто говорит Духом Святым, как пророк или как евангелист. И так же, как во 2-й книге Царств 23, где говорится о Давиде. Где говорится, Дух Господень сказал мне, и Его Слово было на моих устах. То есть, Давид описан такими же словами, таким же языком. Тот же Дух, который помазал Давида, помазывает нас, когда мы говорим, как пророки или как евангелисты. Тот же Руах. Тот же Руах, который был в Давиде, который был в Мессии, есть внутри нас. Какова цель того, чтобы Руах наполнял нас? Мы видим 5 целей этого. Проповедовать, провозглашать, утешать, два слова, которые, в основном, имеют то же самое. И другие. Пророк, проклям, комфорт. Пророк, проклям, комфорт, и исцелять. И исцелять. Поэтому Он говорит, проповедовать нищим, исцелять сокрушенных, проповедовать пленным освобождением, узникам открытия темницы, и затем утешить сетующих. Это цель служения. И каков же результат этого? И назовут их сильными правдой, насаждением Господа, во славу Его. И об этом же мы говорили в отношении различных тех деревьев. И когда изливается Дух, и Дух помазывает нас, и мы ходим в служение Руаха, то тогда мы сможем вырасти и стать насаждением праведности для славы Бога. Мне нравится 4 стих. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разворенные, остававшиеся в запустении с давних родов. Когда я молился несколько дней назад, очень сильно на меня этот стих повлиял. Это миссия Бога даже здесь, в Одессе. Как мы говорили, мы имеем много развалины, чтобы восстанавливать, и мы имеем людей, чтобы восстанавливать. И, как мы говорили, много развалины нужно восстанавливать, и также людей. И 6 стих применим каждому из нас, which says, «Вы будете называться священниками Господа, служителями Бога». Все мы должны быть священниками и слугами. Разве не об этом говорит книга Деяний? В книге Деяний видели, как сила Духа отдыхалась среди людей, над людьми. Разве и нам не следует жить так, как они жили в то время, как описано в Деяниях? Если мы позволим Духу жить в нас, тогда так и произойдет. Каковы же будут результаты всего этого? В 7 стихе. «За посрамление вам будет вдвое, запоношение, они будут радоваться своей доле». Чувствовали ли вы когда-то посрамление, стыд? И Бог хочет, чтобы у нас мы получили двойной почет, двойную радость. «Потому что в земле своей вдвое получат». Означает ли это двойное процветание? Либо двойную радость? Либо двойная мера плодов? И в конце 9 стиха, что они – семя благословенное Господом. Подумайте о том, что «все мы – невеста Мессии». «Все мы – семя благословенное Господа». И в 10 стихе «Он облег меня в ризы спасения, одежду правдой одел меня». Что это за ризы спасения, что это за одежды правды? Одежды, которые носят цари и царицы. Одежды, которые носят священство. И поэтому здесь Писание сравнивает нас со священством. Поскольку мы – сыновья и дочери царя. Чтобы нам войти в взаимоотношение завета с Ним. И мы одеты в Его праведность. Это так же, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. И он видит, что мы одеты в Его праведность. И как я раньше говорил, чтобы это не было идолопоклонство перед ювелирными изделиями, но смысл в том, что он смотрит на нас, как на ювелирные изделия. В 11 стихе. Как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами. В любом смысле, мы все будет выглядеть как фрукта, которая будет обладать больше фрукта и обладать хорошую фрукту. То есть, мы деревья, мы насаждение, мы приносим плода и принесем еще даже больше. И это будет доказательство. Мы станем Его доказательством. Мы доказательством плодов Его праведности. Мы переходим к 62-й главе. И здесь мы имеем чувство большей интенсивности. Помните, здесь мы говорим все еще об этих волнах. И эта глава, которая была далеко, сейчас начинает нам обладать. Волна, которая была очень далеко, теперь вскоре нас захватит. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима. Они успокоились, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Помните, раньше я говорил о светильнике, которые светят все ярче и ярче, все интенсивнее. Видите, его спасение находится в нас, оно светит, и оно сияет все ярче и ярче, его слава, его спасение. Это можно сравнить с ходатаями. То есть, не успокоюсь. И не умолкну. Бог никогда не перестанет желать для нас победы. Как мы знаем, что Мессия на небесах продолжает ходатайствовать за нас. Он не перестанет ходатайствовать до тех пор, пока его Сион не засияет его светом, его славой. И он хочет ярко сиять в наших сердцах. Что происходит, когда мы ярко сияем его праведностью? Во втором стихе. Нас назовут новым именем. Что это такое, новое имя? Язычники думают, что мы станем христианами. И существует теология, что они заменили еврейский народ. Но на самом деле он имеет в виду новое взаимоотношение. То есть, народ будет преобразован, будет изменен. То есть, у нас будет новая личность. У нас будет его личность. У нас будет его характер. Новое состояние, новое положение в нем. И потому, говорится, мы будем венцом славы в руке Господа. И потому, они будут называть нас оставленными. И земля не будет более опустошена пустынью. Но это новое имя говорит о новом положении в Мессии. Но это новое имя говорит о новом положении в Мессии. Поэтому он говорит о Хадатах в шестом стихе. На стенах Иерусалима я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. И он говорит, что Хадатай не успокоится, будет продолжать молиться, ходатайствовать. И он говорит здесь, в восьмом стихе. Он говорит, что я не дам зерна твоего боли в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего. То есть, твои попытки не пропадут даром. И другие не будут пожинать то, что ты сел. И другие не будут получать все преимущества от нашего труда. Бог хочет, чтобы у нас была надежда на то, что наши попытки будут плодоносны. Недаром. Поэтому, как я сказал в шаббат, пришло время пройти через врата. Заметьте, как он использует эти слова дважды. Он говорит, проходите, проходите. И дважды он говорит, ровняйте, ровняйте. Он хочет придать интенсивность и чувство, что поскорее это сделать надо. И в одиннадцатом стихе Господь объявляет до конца земли. Скажите, через Сиона грядет Спаситель твой. То есть, в разуме Бога это уже сделано. И он говорит, что Его награда вместе с Ним. То есть, Мессия увидит Награду Его спасения в нас. И мы будем названы народом святым, искупленным, не оставленным. То есть, Бог победил. Он хочет нам сказать, что Он победил. Что это за победа? Это же стих я читал на шаббат, этот отрывок. Исаия, шестьдесят третья глава. Это не только слово, которое было написано очень давно. Это слово, которое Он хочет, чтобы мы приняли это слово, потому что оно относится к сегодняшнему дню. Кто это идет от Едома в червленых ризах? Как я говорил, что Вассор это стратегический город в Едоме. И поэтому Он приходит, чтобы сражаться против стратегии врага. У врага есть стратегия против нас. Видите, Идом — это олицетворение Исава. Как вы помните, Исав отказался от права первенца. За что он обменял свое право? На еду, на мясо. Он обменял на похоть своей плоти. С одной стороны, это олицетворение древней битвы между Исавом и Иаковом. Но это означает еще больше, чем это. Это древняя битва между плотью и Духом. Видите, Галатам и Эфесянам говорится о плоти, о плотской борьбе. Потому что там говорится, что плоть воюет против Духа. И Бог говорит, что Он приобрел победу. Победу Духа над плотью. И в поднебесе Бог приобрел победу. Здесь, на земле, мы приобрели духовную победу. И Он хочет сказать, что победа реальна. И поэтому Он дает иллюстрацию. И Он говорит, Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Конец первого стиха. Он говорит, что Его одежда в крови. И Он говорит, что Его одежда в крови, потому что Он был трамплен на водопрессе, как во втором стихе, одежда красная от крови, потому что Он топтал в тачиле. И затем, в третьем стихе, Он говорит, Я топтал в тачиле один, и из народов никого не было со Мною. Что Он говорит? Так же, как Он раньше спрашивал, почему не было ходатая. Как вы помните, Его рука десница принесла спасение. Мир был безразличным, люди вообще ни о чем не беспокоились. Даже когда не было ходатайев, не было тех, кому не безразлично, Ему не было небезразлично. И в пятом стихе, Он говорит, Помогла мне мышца моя. Помните, я использовал иллюстрацию на Шаббат, как когда Моисе боролся против Амалек, они поднимали руки Моисея. И что Амалек и Идом имеют один и тот же корень. И здесь можно увидеть важность ходатайев. Поскольку ходатайи согласны с делом Мессии. Дело Мессии дать спасение. И работа интерсессоров видят, что работа Мессия приходит беру фрукта здесь на земле. И когда Исшуа говорила, что Твоя воля будет сделана на земле, как она в небе. Пускай Твоя воля будет на земле, как на небе. И когда мы продолжаем молиться, ходатайствовать, то мы видим победу руки Мессии. И так же этот пророк видит, как происходит битва на небе. И пророк чувствует, что происходит на небе. У него ум Мессии. также он хочет, чтобы у нас тоже было такое понимание дела Мессии. И именно такое сердце должно быть у лидеров. И так же, мы видим здесь, он говорит что-то важное, в 8 стихе, «Подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут». В любом смысле, он видит его людей как людей веры, которые не будут лгать. во всякой скорби их, он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. И вопрос, кто такой ангел лица его? И раббины думают, что это все образы, это не в буквальном смысле говорится. Просто это целая цепь событий, которые произойдет Бог. Они говорят, что это Божественное проведение Бога. Некоторые говорят, что это Дух Святой, Руах. Нам также нужно верить, что это Дух Мессии. Именно Его присутствие спасает нас. Затем в 10-м стихе. Они возмутились и огорчили Святого Духа. Поэтому Он обратился в неприятеля, и Сам воевал против них. О чем Он говорит? О чем Он говорит? Он говорит о том, как если ангел Бога воевал против Божьего народа. И Пророк спрашивает в 11-м стихе, Тогда народ его вспомнил в древние дни Моисеевых. Где тот, который вывел их из моря с пастрем овец Своих? Где тот, который вложил в сердце Его Святого Духа Своего? Образ какой мы видим, что как будто Бог удалился от Своего народа, и Он борется против Него. Где тот, который вложил в сердце Святого Духа Своего, который вел Моисея за правую руку? В другом смысле, Пророк вспоминает то время, когда Бог наполнял Своего народа Своим Духом. Поэтому он говорит в 14-м стихе, Он говорит, «Дух Господин вел их к покою, так вел ты народ твой, чтобы сделать Себе славное имя». Когда Дух Господен покоится на Своем народе, тогда на народе пребывает слава. пророк напоминает Богу о том времени, когда Дух был на народе, и Он давал ему победу. Он использует слово «отец» несколько раз. И в 16-м стихе говорит, «Только ты, Отец наш». Он как бы напоминает Богу, что тот отец им. И он говорит еще что-то очень важное в 18-м стихе. Он говорит, «Восемнадцатый стихе, 18-й стих. 18-й стих. И здесь мы видим сердце профета или интерсессора кричит это сердце пророка или сердце хадатая которое взывает от имени Бога. Так же как наши дети которые нужны нашей помощи. Они кричат «Папа! Помоги мне!» И здесь мы слышим вопль пророка. Знаете ли, что Бог ожидает нашего отчаяния? И здесь в 64-й главе это отчаянный вопль крик о помощи. И он говорит «Ой, если бы ты расторг небеса сошел, горы растаяли бы от лица твоего». Мы видим как интенсивность как его сердце все больше и больше. И он говорит «Ой, он хочет чтобы горы растаяли, потряслись как Синай». Или в случае когда Илья свел огонь с небес. И он напоминает Бога в вовсе 13 «Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданное». Это как будто Бог забыл. Он делает это как будто Бог забыл. Это моя интерпретация. «Вспомни, а то ты забыл Бог». Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя. Вот важная часть, «Который столько сделал для надеющихся на Него». И вот истина в пятом стихе. «Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих». Интересное слово «встречал». «Пага» на иврите. Это означает присоединиться, попасть в цель. Это когда стрела попадает в десятку. Можете представить себе эту мишень с множеством кругов. И затем это называется как око, глаз быка, куда надо попасть, мишень. Но это как когда аром может ударить в первую часть цели, но наконец он ударит в бузею, то есть стрела попадает в центр, в цель. В центр. И Бог также присоединяется к тому, кто попадает в этот центр. Бог хочет, чтобы мы также попали в мишень. Мы продолжим через мишень.